О, Северная Матерь, О, Северная Матерь, О, Северная Матерь. Когда человек рождается и попадает в зону детства беззаботного, даст Бог у кого-то оно с родителями, со здоровьем. А бывает и нет ни одного, ни другого. И уже вот в этом периоде маленький ребенок может просить Богородицу о том, чтобы дало здоровье, дало мир в семье, где может быть отец пьет, где может родители не ладят, ругаются, дерутся. Потом человек приходит в юность, и ему тоже есть за что просить, потому что первые экзамены в школе, первая любовь, первые неудачи. И можно попросить Богородицу, чтобы она помогла в этом школьном периоде пережить все эти такие первые сложности. Потом человек попадает в зону уже такой зрелости, и здесь он попадает очень в опасную зону, где он может согрешить, совершить какие-то проступки серьезные. Здесь есть что просить о прощении грехов, о помощи и защите от дьявола, от его уловок, капканов. И, конечно же, в этом же периоде можно, нужно просить о том, чтобы Богородица помогла найти вторую половинку мужа или жену. И это очень непросто. И, как показывает опыт, что тот, кто нашел свой пазл, тот, кто нашел свою вторую половинку, пройдя огромный период жизни, да, через скорби, выяснение отношений, и все-таки притеревшись, человек потом чувствует себя счастливым. Потому что не хватит жизни, чтобы понять мужа или жену. А когда много раз люди женятся или разводятся, и долго бывают одни, это все сочетается с одним словом – несчастье. Поэтому как никогда нужна помощь Божьей Матери. И даже когда человек уже женился или вышел замуж, ему есть тоже что просить, потому что начинаются первые ссоры, первые разборки, и ты понимаешь, что твоего опыта, твоего ума и тем более проблемы с твоим характером не хватает для того, чтобы уладить. И ты понимаешь, что, обращаясь к Божьей Матери, ты чувствуешь, как твое сердце умягчается, появляется любовь и преодолеваются те или иные испытания в семейной жизни. Следующее, Богородицу можно попросить, и нужно о том, чтобы послала детей здоровых, крепких, умных. И здесь, как никогда, не нужно усилия, нужно сокрушенное сердце. И по этапу, даже когда рождаются дети, ты понимаешь, что ночью температура поднимается, не пускается, тебе никому больше обращаться к Божьей Матери. И потом дети растут, и ты еще просишь, и так ты просишь, просишь, просишь Богородицу, чтобы она защитила семью от измен, от всяких страстей. И даже, допустим, человек дожил до копы периода, когда уже все, дети выросли, и все, ты понимаешь, что ты переживаешь за детей, чтобы они устроились в жизни, чтобы они получили образование, чтобы они нашли ту же вторую половинку и были счастливы. А вот здесь еще хуже, ты вообще не можешь ни на что повлиять. И тебе ничего не остается, как встать на колени, открыть канон Божьей Матери, и просто своими словами обратиться к Божьей Матери, объяснить ей все ситуации, попросить ее решить тот или иной вопрос. Дальше человек попадает уже в зону очень серьезной зрелости, может быть даже в старости, где уже пропадает здоровье, где Господь может послать всякие разные болезни, испытания. И никуда ты не денешься. Все равно тебе нужно приходить и просить, потому что в этой жизни мало кто может решить человеческие вопросы, тем более со здоровьем, а тем более с какими-то семейными вопросами, а тем более, как ты кажешь, с счастьем. И подобравшись к глубокой старости, если человек дожил до этого, он вспоминает слова Акафиста Покрову, которые каждую пятницу одесситы повторяют, молятся, что там старым сетинам поддержка, потому что ты понимаешь, что жизнь прошла как одно мгновение, как сказка, как фильм, как Матфим. И тебе нужна вот эта в старости поддержка, чтобы не в голоде, чтобы не по мусоркам, чтобы с детьми, чтобы с внуками, чтобы увидеть чадо-чад, и понимал, что, как говорит Псалма Певец, я еще не видел бедствующих детей праведников, что ты понимаешь, что, слава Богу, что я прожил нормально, да, не блудил, не изменял, не грешил, не пьяствовал, не наркоманил, не воровал, не наговаривал, а вот прожил эту жизнь, и, Матери Божией, что можно попросить, когда ты глубокой старости, вот-вот может тебе прийти смерть. Конечно же, защиты от встречи с дьяволом, от его слугами, да, с бесами, и вот этот безболезненный переход, потому что тогда так будет страшно, и так будет, ты понимаешь, что никого больше никого призвать, кроме Господа, Божьей Матери и святых. И вот так вот с пятницы в пятницу одесситы приходят и понимают, что нам есть что просить. Дай Боже, чтобы каждый из нас это понимал, обращался к Божьей Матери с чистым сердцем, с покаянием, с душевным таким сокрушением сердечным, и она обязательно услышала. И это послужило к тому, чтобы вера укрепилась, настроение поднялось, и пятница была самый счастливый день, потому что одесситы знают, что пятница – это день Божьей Матери в нашем городе-герое Одессы. Ш практике первый день «Валерия Матери», опять же! Продолжение следует...